привет сегодня мы отправляемся в новое путешествие начнем мы его из сурами мы в гостях у лёши отлично провели вечер пожарили сосиски на гриле легли спать выспались тут спится вообще невероятно классно в отличие от батуми где постоянно то собаки то крики то еще кто то здесь просто тишина сегодняшнее утро мы начинаем с завтрака с яичницы даже приготовила какой-то очень красивую яичку сейчас поедим и стартуем в новый классный красивый и наверное очень необычный регион поехали а я так отлично с утра поработал прям сел на этом же балкончике и с видом на роза с пением птиц прям усердно поработал сейчас мы загрузились машину это всего ничего у нас вещей при том это мой это дашин это мой и у меня там еще рюкзак со съемочной техникой вот не можем мы на легкие ездить к сожалению ладно топим первая точка на нашем пути это водопад сам цвера это возле застафоне нашел гранаты растут точно а прикольно ох там кто-то как у кого-то выворачивает водопад мы увидели случайно на карте и в некоторых путеводителях в общем не супер популярное место особенно видимо дорога сюда тоже такая же потому что мы ехали как синий трактор по полям по полям потом остановились где-то по тропинке по какой-то идем но в общем найдем хорошие места на дороге не валяется тут по дороге прям кусты с каким-то ягодами то ли малина то ли ежевика грузинская плодородная земля гранаты ежевика просто вот везде растет срывай даешь и вышли мы вот к такому мостику он очень сильно качается но несмотря на его такую сомнительную сомнительный внешний вид ребят отсюда прям только что я видел как прыгали прыгали в воду прям с этого моста значит глубина наверное есть ну что ребят добрались мы до водопада мы его нашли и он оказался очень прикольным смотрите вот здесь такие ванны где можно поваляться и посмотреть плюс народ и лежит прямо на краю ну там все аккуратно танца огорожено и можно полежать полюбоваться вот таким шикарным видом народ там так самозабвенно купался что я честно скажу даже позавидовал немножко пожалел что не взял свои купальные принадлежности вообще место конечно классная и водичка не холодная кстати говоря и место красивая и можно спокойно волейбольчик поиграть попрыгать и на обрыве с видом на водопад полежать в воде в общем место супер оставлю пожалуй точку если будете в этих краях заезжаете и освежитесь мы сейчас проезжаем перевал и остановились напротив ткебульского водохранилища с высоты можно смотреть не только его на прилегающие горы леса и всю местную красоту а и проезжаем маленький шахтерский городок ткебули здесь раньше велась разработка теперь на самом деле не понятно даже что но можно посмотреть на сталинские домики правда сейчас их начали активно реставрировать менять все фасады тем не менее можно сравнить как она была как она стала но хуже точно не стала в некоторых местах сохранились прям старинные фасады и архитектуру тоже поддерживают короче городок чистый на самом деле приятный очень маленький очень аккуратный вот можно прокатиться по нему можно даже прогуляться но не долго а у нас впереди интересный участок дороги давайте вам покажу как он выглядит вот видите смотрели мультик ежик в тумане я да я сразу узнал эти декорации смотрите я же искупаться хотел жарко мне было и видел по карте что дальше есть водохранилище думаю ну все там да я точно купнусь но в итоге мы поднялись на 1200 метров и вид вот такой а какая чистая вода здесь посмотрите прекрасно видно дно хорошая никакого мусора не плавает ну отличное место считаю жалко что мы конечно его не увидели но хотя бы пощупали мы очень долго искали место где нам остановиться потому что заранее мы ничего не бронировали это нам не подходило по прайсу то нам не нравилось как это выглядит то просто нет мест мы наконец случаем вообще абсолютно случайно нашли через кого-то кого-то нашли место очень красивая здесь живут хозяева наверху а снизу у них просто как будто средневековый маленький уголочек как келья выглядит но со всякими маленькими фишечками например стол из цельного дерева которое раньше росло прям здесь же вот здесь на участке есть кухня есть всякие приятные мелочи типа граммофон пианино ну и конечно как безвинного погреба конечно же мы вот на это все на эту красоту и аутентичность мы клюнули и остались здесь а еще хозяйка этого гостевого дома кэти она угостила нас бутылочкой хвачкары кто не знал слышите это джей джей нас охраняет кто не знал хвачкара было любимое вино иосифа виссариона еще сталина поэтому давайте насладимся луксей за рачу и хвачкару настоящую надеюсь о это прям ну это реально по-другому пахнет а ты че скажешь нет лапа хороший но сухая ой на это хвачкара выбродила по идее хвачкара это такое сладкое вино доброе утро друзья сегодня по отличная ночь было очень тихо свежо мы спали с открытой форточкой с открытой шторой видели это ночное небо здесь такая тишина была просто фантастика и ночные запахи вот эти вот особенно под утро цветы и трава скошенная вот что-то такое единственное что песель вот этот в начале ночи конечно гавкал прям соседом переговаривался прям очень громко но потом когда он уснул мы тоже так хорошо поспали а какая красота сегодня с утра смотрите вышли а здесь просто горы фантастические горы деревья тут везде все растет все настоящее натуральное все дышащие песен иди сюда джей 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 вот такой вот у нас тут приятель да ну все-все я даже не знаю как с тобой играть чудо до ждал ты нам ночь повеселиться на брулауре оказался такой маленький маленький региональный центр мы сейчас пытались найти где позавтракать и как таковых завтраков мы вообще нигде не нашли в итоге заехали все что было открыто это либо фастфуд который на улице в руки дают и иди либо вот таверна ну заказали хачпури по-мигрельски салатик овощной позавтракаем этим и погоним потому что долго искать тоже не хочется время идет день идет а нужно много всего посмотреть четыре четыре минуты мы проехали от амбра лауре и уже видели монумент почему-то он в картах называется как замок такая вот скала с одной стороны и скала с другой стороны и в этой скале есть вход вот там вот видите мы сделали вывод что это сторожевые башни на реке потому что и по одну и по другую ее сторону расположены вот но и скорее всего функциональность была именно такая а Очень красивая церковь. Очень красиво сделана она как снаружи, так и внутри, ухоженная, вокруг нее растут изумительные цветочки, как сказал один из местных людей, это бархат, внутри очень хорошая энергетика, Леша сказал, что у него даже уши разложило, хотя не мог с этим справиться пару дней, хорошее место, заезжайте. Мы приехали в город Они, это северная рача, здесь есть очень интересная достопримечательность, не свойственная вообще всей Грузии, это синагога. Две тысячи лет здесь жили и молились евреи, только в 90-е они разъехались в Израиль, Америку, Европу, а синагога осталась. И уникальна она тем, что она находится посреди жилого сектора, то есть вокруг нее частные дома, огороды, ну собственно обычная деревенская жизнь. На данный момент синагога закрыта. Друзья, написано везде, что синагога закрыта. Но мы сейчас подошли и увидели одного еврея, который сидел прямо возле здания, спросили, работает ли она, он говорит, нет, не работает. А можно зайти? Можно. И мы зашли. Оказывается, для молитвы нужно 10 мужчин, но в Они всего лишь 11 евреев осталось, поэтому мечеть не работает. Вот, кстати, ее при нас и закрывают снова. Это ж как мы удачно сюда заехали. Фантастика. Ребят, мы доехали до городка Уцера. У него особо нет никаких достопримечательностей, кроме природы, потому что здесь, говорят, именно грузинская Швейцария. Мне уже начинают нравиться те виды, которые мы увидели на въезде. Вот эта река, горы, обалденный воздух, очень чистый и очень свежий. Но сейчас мы поедем еще выше. Единственное, что по всем вот этим местам чаще всего нужно забираться вот по таким всяким спускам, подъемам. Ну, то есть, по-небольшому бездорожью. Поэтому погнали. Оп-оп-оп. Нормально прошли. Вот. И хорошо, что мы на машине. Мы можем везде остановиться и все посмотреть. Именно то, что хочется нам. Ха, ребята, мы доехали случайно до деревни Гуршеви и до Мамисонского перевала. Если не знаете, где это, я, правда, тоже первый раз слышу, прочитайте. Короче, это прямо на границе с Южной Осетией и Россией. Вот эти горы, если вам видно, за ними, за ними уже Южная Осетия и Россия. Там очень тонкая грань между Южной Осетией и Россией в этом месте. Мы прямо заехали в приграничную зону. Я хотел бы, конечно, тут полетать, наверное, на дроне. Но что-то, не знаю, боюсь немножко. Дорога тут становится все меньше и меньше, все уже и уже. Покрытие все хуже. И мы решили, ну, прямо до КПП не ехать. Остановимся здесь, развернемся и поедем назад. В конце концов, в Южную Осетию нас все равно не пустят, а в Россию нам и не надо. Вот. Поэтому двигаем в обратную сторону, наслаждаться рачей, то есть грузинской Швейцарией. И здесь же, недалеко от границы, находится зона пикника, где стоит много людей с палаточками. Он приезжает сюда прям с сеткой, видимо, в волейбол играть. Как сказали местные, здесь очень красиво, здесь высокие деревья. Ну что, они абсолютно правы, смотрите. Кстати говоря, еще отсюда видно зуб снежный, назовем его так. Снежную вершину горы, которая находится за горой. Красотища, конечно, вообще. А, и вон коровы, коровы ходят в лесу. Видимо, волков ищут. И по пути у нас есть еще источник минеральной воды. Мы много минералок попробовали. В основном они были все, ну, такие, со вкусом пуки. Попробуем, что здесь нам наливают. Давайте посмотрим. Прикиньте, она газированная. Она реально газированная. Она вкусная. Нормальная такая игристая водичка, прикольная. А как так, как она может газированная? Бродить там нечего. Просто воздух-то набрала. Классно, сейчас затарим все емкости. Луками пахнет? Луками не пахнет, чуть-чуть. Шепнул. А еще мы встретили здесь человека, который просто с канистрами до мухи говорит, ну-ка пробуйте. Пробуйте. Ну и что? И коньяк это. И коньяк? У меня голубь. А на одну еще какой? Ого! Аромат классный. Можно, да? Ну, конечно, а зачем я уже... Хорошо. Это прям классно. А что я сказал? Самый рост? Нет. А что вы? Да как будет ты все? Ну, я разные пробовал. Ого, я не кинь. И это пел-то пел. А, выпь, выпь, давай. И еще на руле. Я, он за рулем. Да, она старый, не кинь, а не остановить. Надо, чтобы довез нас. Ух! Вкусно. А реально приспись меда есть. Ну, это реально было вкусно. Крепковато, конечно. Ну, вот. Но это как коньяк и что-то с медом. Вот какой-то оттенок есть. Может он на меду как-то еще сделан. 56 градусов. А он еще налил так. И смотрит на меня, главное. Допивай. Грузия. Как вам рача? Шри рача? Да, ребят, подтверждаю. Не зря говорят, что рача это грузинская Швейцария. Регион действительно очень красивый. И виды просто потрясающие. Начиная от самой-самой зеленой травы. Жары в плюс 30 градусов. Заканчивая снежными вершинами. Потрясающая дорога. Просто шея устала смотреть направо и налево. Поэтому очень рекомендую вам сюда приехать, покататься, насладиться свежим воздухом, вкусным вином и великолепными видами. Это просто фантастика. А мы едем в Хванчкару. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, ребят, ну мы в центре Амброла Ури. Увидели завод, называется Роял Хванчкара. И знаете, что я вам скажу? Мы туда зашли, узнали, что есть экскурсии. Завод работает с 10 часов утра до 6 вечера. С понедельника по пятницу. И за довольно адекватную стоимость можно прийти и погулять по заводу. Посмотреть, как готовятся самые вкуснейшие вина этого региона. И более того, их попробовать. Мы взяли с собой, потому что мы очень хотели бы съездить в Хванчкару. Попробуем остаться там и посетить там какие-нибудь винные заводы. И, может быть, даже сходить на какую-нибудь экскурсию, если успеем. Мы, прежде чем взять вино с собой, мы, конечно же, попробовали. И вот это вино, Хванчкара, которое нам дали на заводе, ну, это совершенно другое, нежели готовят дома. Видимо, из-за того, что другая технология, другие рецепты. Виноград-то тот же самый, но получается, ну, кардинально другое. И я вам скажу, это очень вкусно. Просто очень вкусно. Иосиф Виссарионович, видимо, знал. А может, еще и много пробовал. В общем, это прям однозначно мой рекомендация. Я так думаю. Эх, чувствую, сегодня хорошо. Все пройдет. Раступись, народ. Александр едет в Александроули. Будем пробовать. Ребята, ну, мы приехали сегодня на завод ВИН посмотреть на производство и посетить дегустацию. Вот это интересно. Не просто домашние винодельни, хотя они тоже хороши. Бывают реально очень вкусные образцы. Но большое производство почему-то для меня всегда интересней. Как тебе? Ну, это похоже на КТВ, где мы были в 19-м году. А похоже на пивное произвес? На пивное? Да. Так, нас вооружили бокалами. И идем пробовать прямо из танков. Первый сорт вина называется Тетра. Это белое вино. Мы будем пробовать его в сухом и в полусладком исполнении. Погнали! Ну что, Александр готов ворваться в эту визуфу. Будем пробовать Александра Ули. Это прям такой сорт вина. Смотрите. Аромат, конечно. Как от лучшего Александра. Прям. Аромат реально очень классный. Мне прям нравится. Ну и главный козырь сегодняшнего вечера. Хванчкара. Очень выдерленно. Очень богатый аромат. Очень хороший вкус. А сейчас, финально, мы взяли попробовать сахи-лаури. Чтобы вы понимали, хванчкара – это одно из самых дорогих вин в Грузии. Так вот, у сахи-лаури в два раза дороже хванчкары. Это самое дорогое вино. Почему? Потому что самое редкое. Этого урожая, этого винограда очень мало. И ценится он очень-очень сильно. Поэтому надо попробовать. Богато. Ребят, ну что, винодельня Чини называется в Александрауле. Табличка вы увидите. И смело заезжайте. 25 лари стоит дегустация. Очень интересно, очень вкусно. И откроет вам глаза на все основные вина этого региона. Ну и плюс, еще что-то сверху попробуйте. Например, кинзмараули тут тоже есть. Поэтому однозначно рекомендадзе. Приезжайте. Я так думаю. Шашлык из телятины. Прямо на дороге лежит, можно сказать. Капсда мне просто от зеленых. Ну что, ребят, вечер. Мы вернулись ночевать туда же, к Кети. В этот прекрасный проклятый старый дом, как я его называю. Но он просто очень атмосферный. Но очень приятный. Посидели, переоделись. Я даже успел поработать. А тем временем на улице-то погода сильно поменялась. И солнцем даже и не пахло. Вот там сзади меня еще пахло. А вот там уже не пахло. Поэтому есть ощущение, что мы сейчас идем в кафешку поужинать. Туда-то мы, может, еще и дойдем сухие. А назад уже вряд ли. И дождевик только у меня. Короче, ребята, я сейчас решил чуть-чуть поработать. Чуть-чуть. Мы приехали из кафе. Был жуткий ливень. Гром, молния, все дела. Просто вот небо разряжалось в нас. Приехали. Вроде есть свет. И мы сели за стол. Я работаю. Вот так вот. Я работаю. И просто начинает играть песня Киша, Дурак и молния. Просто свет вырубается. Свет включается. Свет вырубается. Свет включается. Здесь реально какая-то магия происходит. Ауф. Доброе утро, ребята. Это у нас очередное офигенное утро. Потому что, во-первых, из окна еще видны цветочки. Зелень, солнце и горы. И такая тишина. И птички поют. И прям, ай, вообще. Конечно же, мы сейчас нальем кофеек. Выйдем во дворик сюда и посидим, попьем кофе, позавтракаем. Вот это я понимаю. Шикарное тепло, хорошо, красиво. Ну и, собственно, и все. Пора выдвигаться в новые приключения. Погнали. Уже уходите, да? Да. Спасибо вам. Кай-кай-кай-кай-кай-кай-кай-кай. Когда мы ехали в Амбролаури еще на том пути, мы останавливались на водохранилище в Шаорском. Думали искупаться, но тут такой туман был. Тут вообще воды не было видно. А сегодня все разошлось. Сегодня солнце, хорошая погода. Но из-за того, что вчера был дождь, вода очень мутная. Хотя в тот раз она была прям чистейшая, прозрачная. Поэтому не знаю, будем ли мы купаться. Тут как бы еще не так жарко, на самом деле. Сейчас посмотрим место, посмотрим водичку и примем решение. Не знаю еще. А вообще, конечно, здесь много рыбаков, много отдыхающих. Такое хорошее место. И подход к воде нормальный, и много-много подъездов к воде. В общем, место классное. Решили мы поискать счастье в другом водоеме. Этот просто посмотрели, оценили и поехали дальше. Следующей точкой мы решили выбрать гору Девять Крестов. С Хараджвари она называется на грузинском. И по пути на перевале мы остановились на небольшой смотровой площадке, с которой открывается вот такой вид. Прикиньте, мы пока поднимались на гору, облако затянуло всю смотровую площадку. И вид, соответственно. Ну и получается, что мы сейчас в облаке. Мы поднялись на высоту полторы тысячи метров. Именно здесь находится смотровая площадка, которая в данный момент выше облаков. Дорога сюда очень хорошая, асфальтовая. Прямо вот с трассы идет ответвление, куда вы поворачиваете. И с прекраснейшим чудесным видом спокойно поднимаетесь на эту площадку. Место бесплатное и место, ну прям обязательное к посещению, потому что на такую высоту даже мой дрон не поднимается. Когда еще можно оказаться выше облаков? Прямо вот тут есть. И кладем на моемcipicy. И где-то на себе. Ой, ты кладем на моемпаде, и вы можете с вами посмотреть, как мы с вами с вами прогнозируем. Аэрли, что мы с вами на моем. Аэрли, что мы будем с вами с вами спрашивать. я-то думал все ограничивается той смотровой площадкой а нет 950 метров идти до пункта назначения по красивому лесу лес прямо действительно сказочный потому что у него все стволы деревьев такой мохнатый во мху вчера дождь прошел так сколько да короче дорожка грязная после дождя вот поэтому идем с очень медленной скоростью но мы сегодня никуда не торопимся время есть все посмотрим так этап по грязи мы вроде бы прошли впереди у нас камни и лестница давай лешуле запасайтесь водой ребята по этой грязи конечно поднимаемся очень долго и тяжело а еще все время в горку такая утомительная дорожка получилось лестница в облака так ступеньки мы миновали теперь осталось немножко пройти вдоль камней сейчас посмотрю попозже что за высота что за высота он алексей работает лучшее место лучший офис это конечно капец шатал ведь и трекинги но это вообще кошмар мы где-то близко я не верю своим глазам мы дошли что это было ужасно и мы в облаках не видно ничего я же говорил классно было на парковочке стояли балдели там не не ходите сюда надо быть фанатом трекинга по древнему поверью в этом регионе дети не доживали до 18 лет мальчики и когда люди обратились к всевышнему он им сказал построите часовню там где вот куда улетит птица и сядет люди значит запустили птицу а птица улетела самую высокую точку конечно же ну и что люди полезли в гору построили часовню и поставили девять крестов после этого конечно тут благодарные люди еще ставят кресты но отсюда место называется девять крестов с храджвари в общем не дождались мы пока развеется облака поэтому спускаемся вниз вариантов нет надо ехать дальше но видимо из-за этого поверье которое вам рассказал здесь очень много людей поднимаются именно с детьми кого-то из детей уже на руках несут кто-то еще сам идет вот в общем место действительно очень популярное даже среди местных но и в том числе среди туристов поэтому если будете в этих краях да вообще просто приедьте в эти края и сходите но если у меня охота подниматься но хотя бы приедьте посмотрите со смотровой потому что нам виды не открылись из-за облаков вот а со смотровой много чего увидели после 9 крестов с этим подъемом мы конечно же припотели там знак поэтому решили что следующая наша . будет тот самый водопад санцвера в котором мы так и не искупались прошлый раз но обязательно исправим эту ошибку в этот раз мы уже шортиках купальных спускаемся по дорожке уже слышим шум водопада уже я честно говоря вообще в предвкушении блин чуть не упал народу сегодня не меньше а может даже и больше но все искупались водичка была поначалу прохладной оказалось а потом как нырнул такой кайф просто вот освежающие мягенько хорошо все ну и конечно виды и виды виды это да по крайней мере в этом месте мы по максимуму просто все обсмотрели и попробовали все выдвигаемся в следующую точку уже свеженькие нас чуть-чуть остывшие погнали и последняя на сегодня . куда мы приехали это столб кацхи это символ эмеретии построена церковь была вот там вот наверху еще в шестом веке но когда турки вторглись на здешние земли ну естественно все разрушили и только в 18 веке люди захотели ее восстановить однако у них не получилось туда забраться в 20 веке в середине группа альпинистов проложила туда веревочную лестницу после этого туда ходили паломники только к концу 20 века начали восстанавливать эту церковь очень сильно тут вкладывался монах максим он прожил тут всю зиму строил восстанавливал и ну и в честь него назвали вот эту церковь попасть туда невозможно без разрешения настоятеля это можно попасть только мужчинам женщинам туда вообще вход воспрещен но так как у нас нет разрешения смотрим с дрона и и Ребят, вот только что новость пришла обалдеть. Вот в том месте, где мы наливали воду, вот Шови, по-моему, называлось, в этом населенном пункте сегодня сошел оползень и уже погибло 16 человек. Там завалило всю дорогу, туда пытаются отправить вертолеты. Не знаю, чем закончится это все, но когда доберемся до дома, еще посмотрим. Ну, представляете, мы вчера в днем там были, а сегодня вот такая история. Был жуткий ливень. Мы в этот момент ужинали в ресторанчике в Амбрулауре. И мы под этот ливень не попали, и уже мы были без машины, уже все, спокойно. Поэтому обошлось. Да, ребят, прошло время, итоги подвели, всех нашли, опознали. Больше 30 человек погибло. Страшное дело. Нас, конечно, чудом, бог упас от этого. По-другому бы распланировали наш отдых и поехали бы туда на день позже. И все. Прям вообще все. Да. А еще получается, сам того не ожидая, я снял некролог для Шови. Мы сейчас проезжаем город Чиатура. Меня вот он очень заинтересовал и привлек тем, что в городе очень сильно развита система канатных дорог. Я обожаю канатки, а здесь их максимально много. На самом деле в городе еще в 1849 году нашли залежи марганца и железной руды. И именно с того времени систему канатных дорог начали развивать не только для перевозок пассажиров, но и для промышленных целей. И реально проезжаешь по городу, видишь, что помимо канатных дорог с кабинками, есть еще ковши, которыми, видимо, как раз и перевозили в железную руду и марганец. Кстати говоря, и до сих пор Чиатура является лидером в мире по добыче марганца. В 21-м году французская какая-то компания реставрировала систему перевозок для пассажиров. Теперь действительно можно снова безопасно ездить экологически чистым транспортом, еще и любоваться красивыми видами города. Мне очень понравились пейзажи, меня заинтересовала история и, конечно же, большое обилие канаток. Я бы хотел еще сюда вернуться и посмотреть на это все поподробнее. Ну, по крайней мере, мы прокатились через весь город насквозь, и я уже многое для себя увидел. Мне однозначно город понравился. Ну что, господа, на сегодня наше путешествие заканчивается. Мы посмотрели все запланированные точки. На улице уже начинает темнеть, а мы едем к Леше в Сураме, поужинаем и спать, потому что завтра будет не менее интересный день. Но это уже другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова